Добрый день! Дорогие друзья, вы смотрите программу «Путь паломника». И сегодня мы расскажем о великом православном празднике Успения Пресвятой Богородицы и о совсем молодом Самарском храме, где и проходили праздничные богослужения. Успенский храм начинал строить отец Александр Пашков в 2006 году. С конца Великого Поста 2011 года в приходе идет полноценная жизнь, совершаются регулярные богослужения. ПЕСНЯ Сегодня настоятелем здесь является владыка Фома, епископ Жигулевский, викарь Самарской епархии. Храм Успения Пресвятой Богородицы органично вписался в зеленую зону окружающей территории, украсил ее. Та часть парка, которая была до храма, она, конечно, была неприглядной. То есть сейчас это действительно посещаемое место. С удовольствием там бывают и мамы с детьми, и дети играют. Это действительно место, куда приятно прийти в смысле парка. И замечательно, что есть храм, что есть возможность прийти помолиться. Не просто погулять по парку, а посетить еще и святое место. Если человек посвящает свою жизнь Богу, то он продолжает жить. Если он не посвящает свою жизнь Богу, то он обращается в прах. И в этом смысле человек чем-то похож даже на дерево. Если его посвятить Богу, то, скажем, сделать икону, и она просуществует еще тысячу лет. Я, скажем, видел иконы XI века. То есть это физические предметы, которым тысячи лет. Все, наверное, соседние деревья рассыпались в прах, а то, что было посвящено Богу, продолжил жить еще тысячи лет. И в этом смысле, я думаю, есть параллель и с успением. То есть человек, посвятивший себя Богу, обретает жизнь, и жизнь вечную, как продолжение. Поэтому я думаю, что здесь есть и такая вот перекличка между материалом храма и обретением, посвящением, продолжением жизни. И в этом смысле Богородица, посвятившая себя Богу, продолжает жить вечным. То есть как бы второй этап и следующая жизнь именно в связи с посвящением Богу. Аллилуйя, 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 работайте, Господи, и со сроком, и радуйтесь, Аллилуйя, 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 благослови, благослови, аллилуйя, 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 ПЕСНЯ Праздником Успения Пресвятой Богородицы заканчивается пост, который по своей строгости сродни великому. Это время дается человеку на то, чтобы духовно сосредоточиться. ПЕСНЯ Когда обычный человек на чем-то сосредоточен, он утрачивает аппетит. Церковь подсказывает человеку, что в настоящее время что-то должно отойти на второй план, а что-то должно, наоборот, выдвинуться на первый план. И поэтому духовная какая-то подготовка, какое-то сосредоточение, какая-то концентрация, она как раз предельно целесообразна. Двухнедельный пост, я думаю, это то время, когда человек еще не успевает не устать от поста, но, наоборот, как-то собраться с мыслями и подготовиться к празднику. ПЕСНЯ 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 Праздничную литургию возглавил митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Для встречи владыки прихожане собрались задолго до начала богослужения. Для встречи владыки прихожане. Успение Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии, когда Царица Небесная отходит от жизни земной и возносится на небо. Это день ее кончины. Когда Господь вознесся Матерь Божья, долгое время жила в Иерусалиме. Она была наставницей первой христианской общины, живым преданием церкви. С ее слов апостола записывали ранние страницы жизни Господа. Она утешала и помогала многим. Но теперь она стала Матерью всего рода христианского. И в ее лице мы обретаем великую ходатайцу и нашу путеводительницу ко Христу. Это очень понимали наши предки, которые посвящали ей храмы в честь этого праздника. На русской земле первый храм в честь Успения Богородицы был построен в 1159 году во Владимире князем Андреем Юрьевичем Боголюбским. В Москве первым каменом стал Успенский собор. День Успения Богородицы на Руси считался национальным праздником, потому что Царица Небесная в самые тяжелые времена спасала русскую землю, целые города и отдельных людей, просящих о помощи. И не случайно верующий человек называет Пресвятую Богородицу самыми теплыми словами, которые выражают разные стороны ее служения. Благая вратарница, двери райски нам отверзающие, звездка непогибших, невидаемый цвет, баня мывающая совесть, чаша черплющая радость. Все это говорит о том, что обращаясь к ней, человек получает мир, успокоение душевное, человек вновь обретает утраченную веру. Многие подвижники веры и благочестия говорили, когда ты впал в крайнее уныние, так что не можешь молиться, петь псалмы, ходить в храм, когда душа нечувствительна к добру, грех овладел тобой и кажется ты уже мертв, взывай непрестанно к Божьей Матери. Это последняя надежда и последнее упование. В самые тяжелые моменты она поднимет тебя из глубины греховной, укрепит волю, даст прийти к своему причистому сыну. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Этого с ним не происходит. И, конечно, мы должны иметь хотя бы частицу той веры, которую имела Пресвятая Богородица, которую имели святые. Вера преодолевает все. ПЕСНЯ Страх смерти присущ только тем людям, которые отторгают божественное начало. И это в церкви именуется хулой над духом святого. Есть такая трилогия Лодыжинского «Свет незримый». Он писал еще до революции. И есть описание о страхе смерти у Льва Толстого. Вы знаете его знаменитые романы. И все-таки он умер страшных мучений в описании этого Лодыжинского. Но сам описывал и удивлялся, как умирают крестьяне. Простые люди в те времена, потому что вера была тогда общедоступна. И у многих людей не вызывало никакого сомнения о реальности присутствия Бога в мире. Вы знаете, что Лев Толстой как раз противостоял этому божественному началу. И он говорил, что если не было Евангелия, я бы его написал. Ну как? Вот это гордыня, которая поразила его. И он описывал смерть простых крестьян. И говорил, во всяком случае, что человек, который трудится на земле, крестьяне, они не страшили смерти, потому что жили верой и воспринимали вот это земное Отечество и горнее, единое и целое. Не разделяли, как плоть нельзя разделить от души человеческой. Это все единое. Это образуется личность или по церковному ипостасть. Сегодняшний мир утратил это общение с Богом, потому что другие цели и задачи ставит человечество и общественное развитие. Восстает на Бога. В общем, безумствует, как говорил апостол Павел. И поэтому сегодня важно, чтобы русский народ почувствовал через веру божественное присутствие в своем сердце. Не был озлоблен, но вспомнил свои традиции, прониклся в истории той правдой Божией, которую запечатлели наши святые. И они сегодня на божественном небосклоне вместе с Божьей Марьей молятся о нас и вопрошают, как Господь, Сыне, дай мне твое сердце. Это наше нравственное состояние. Это наше духовное воззрение и понимание окружающего мира. Это то, что является радостью или полнотой бытия. С воззрением человек становится утонченнее ощущение присутствия горнего мира и другой реальности. И потому-то, взирая на это событие, успение Божьей Матери, мы просим Божью Матери, чтобы она нас не оставила. И дерзновенно, как всегда, просим. И молимся. И совершая сегодня божественную литургию в храме, в честь ее преславного успения, просим, чтобы она помогла нам состояться в этом мире как личности, сохранить вот это божественное начало. И чтобы также дерзновенно всегда молиться, как здесь, на земле, и вместе с тем ощущать ее присутствие в горнем мире и молитвенное предстательство. Аминь. Песня «Святая Богородица» 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 Песня «Святая Богородица»